Ну что, друзья, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.blog.ru и www.makevara.ru В этом видео-подкасте я расскажу вам об очень простом тренажере, который всегда с собой можно возить. Вот, дело в том, что совсем недавно я поменял автомобиль, был у меня Subaru раньше, да, сейчас я взял другой, вот, и просто перекладывая из одного автомобиля все в этот, я, как говорится, взял в руки этот тренажер, который всегда вожу с собой в машине, и, собственно говоря, задумался над тем, а не записать мне по этому поводу какой-нибудь подкаст. И вот я его записываю. Что это тренажер? Это бейсбольный биток. Это великолепный тренажер. Есть анекдот один, да? И, вернее, не то, чтобы анекдот, а в каждой шутке есть доля шутки, что в России очень любят бейсбол, очень любят. Только, видимо, не совсем умеют играть в него. Чем это связано? С тем, что за год в России покупается около сотни тысяч бейсбольных бит и только всего лишь два-три мячика для бейсбола, потому что все покупают, по всей видимости, бейсбольные биты для того, для чего я ее вожу в машине. И у многих в машине эта штука есть, да? Прекрасное, значит, оружие самозащиты, вот, которые не подпадают какие-то подразделы оружия, потому что является спортинвентарем. Но спортинвентарь, оно не только как именно для бейсбола вещь, она очень хорошо подходит для того, чтобы укреплять замечательным образом кисти. В аннотации к этому подкасту я дам ссылочку на свой ролик на ютубе, где есть упражнение по укреплению предплечья и кисти с палкой. Вот бейсбольные биты в этом плане подходят гораздо больше. Почему я тогда записал упражнение с палкой? Потому что палку, как говорится, можно всегда везде найти. В любом спортивном зале, на улице, там, не знаю, в гараже, в сарае, там, черенок от лопаты. Но если у вас есть бейсбольные биты, то она гораздо больше подходит для этого, чем просто палка. Почему? Ну, мидзи тут на продвинутом уровне вообще замечательно подходит. Она имеет неправильный баланс, что называется, да, который перемещен от кисти дальше. То есть, все знают, какая форма у бейсбольной биты, поэтому все прекрасно понимают, где у нее находится центр тяжести. Вот. Посему с ней очень великолепно работать в этом плане. Вы возите ее в машине везде. Она стоит у вас дома в коридоре. Стоит эта вещь крайне недорого. Для плеометрических упражнений на закреплении кисти и лучезапятства сустава вообще трудно придумать какой-то тренажер лучше, чем этот. Просто сложно. А в ударной технике для файтеров нужна прежде всего плеометрика. То есть, увеличивающиеся или медленно уступающие нагрузки. То есть, когда нагрузка возрастает не резко или не плавно поступательно, а пиково к самому концу, например, к какому-то действию. Или в самом начале действия. Вот. Это вот как раз то, что нужно. Для файтеров. Потому что кулак и лучезапятства сустава не должны быть напряжены всю дорогу в ударе. Они должны напрягаться, вернее, не в определенный момент. Это было бы тоже неправильно, когда кулак летит расслабленный полностью, а это в самом конце напрягается. Нет. На самом деле все не так. То есть, все время должна быть какая-то напружиненность, но она должна возрастать или погасать в зависимости от фазы приема. Это очень важно. И вот бейсбольный бит помогает в этом как нельзя лучше. Еще раз говорю, что в подписи к этому видеоролику, который идет в рамках проекта «Подкасты за рулем», я дам ссылку на свое видео или, может быть, на страницу на сайте, где разбирается как раз упражнение для укрепления предплечья и лучезапятства сустава с палкой. Все, что показано там, абсолютно в полной мере подходит для того, чтобы это делать с бейсбольной битой. Так что тренируйте, вам это понравится. Я вас уверяю. Даже после первого упражнения, а после первой тренировки вы сразу же почувствуете, какие мышцы работают, и вам будет очевидно, понятно, что будет укрепляться. Вы очень хорошо прочувствуете те мышцы, которые даже если вы тренируете предплечье, вы не чувствуете, что они работают. Потому что здесь больше селективно будет идти работа на мелкие мышцы стабилизаторы, то есть те, которые фактически выплетаются в сухожилие. И когда мы работаем, предположим, со штангой, да, концентрированно сгибая предплечье, да, вот таким вот образом, или разгибая его, то работают вот эти вот мышцы в основном, да, на предплечье, то есть именно масса мышечная. Но вот в лучезапясном суставе в самом, в принципе, мало что работает, да. Здесь же вы почувствуете именно проработку очень, скажем так, серьезно. Также проработка идет в плече-лучевой мышце, в тоже в зоне прикрепления, в максимальной зоне прикрепления, то есть около локтя, вот эта вот зона, здесь вот около локтя. Вообще показывать за рулем это все нехорошо, да, но я думаю, что того, что я говорю, из того, что я говорю, ну, понятно, про что я говорю, вот. Ну и, значит, интересно это еще что, что если вы будете заниматься с бейсбольной битой, то есть выполняя вот такие вот упражнения, то очень скоро бейсбольная бита в ваших руках будет свистеть как прутик. То есть вы реально сможете одной рукой бейсбольной битой махать так, что будет свист стоять и будет просто жутко, тогда, если не дай бог, у вас будет эксцесс какой-то и вам надо будет вытащить бейсбольную биту туда достать, вам достаточно будет просто махнуть и несколько раз, как ваш оппонент испугается, потому что он увидит, что в ваших руках это не что-то такое, что, с чем вы не знаете, как это пользоваться, но свистеть в ваших руках будет. И в то же время оно понятно будет, что это предмет достаточно тяжелый и мощный. Все. Короче, вам понравится. Удачи, занимайтесь.